На танцах, она такая была, никогда не красилась, и тогда краснощекой была. Так, можно сначала? Как вы познакомились? Вот на танцах познакомились. Вот на танцах я заметил эту девушку, очень певучая, лесунья. Ну что ж, начал так, ближе, 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 и два года мы встречались с ней. Вот с 1929 года по 1951 год. В 1951 году, 7 мая, нежданно-негаданно, но так сами решили. Расписались. Пошли распишемся. Расписались. Свадьбы никакой не было, машин никакой не было. Пошли на этих фрусинных туфельках, простом платьице. В горошки, да, пошли в ЗАГС. Расписались. Пришли домой. Он пошел на работу, на службу, а я пошла на работу. Вот. И так вот. Я с обеда на смену шел. Да. Ну вот. А ты вечером на работу. А я с четырех. С четырех. Вот. И так что мы так и живем. 60 лет мы живем. Заняли, да, наняли частую квартиру. У одного хозяина во дворе так, сараюшка, более-менее культурная была сделана. Там двух отделений. В одном отделении девчатые жили. Человек пять. А второе отделение пустое было. Вот мы женаты тут, в втором отделении. Одну окорочку. Койку нашли, какую-то железную. Батвотраса. Я биску притащил одну. Ложку. Там постель. Ничего не было. С казармы. Выпросил. Да, я уже тогда на Сверхсосисклубе был. Нас 1 апреля перевели. На Сверхсосисклубе. А до этого 7 лет Сверхсисклубе было. Представляете, 7 лет. И не плакали, не стадали, не требовали. Так ждали из года в год. Вот с старшего возраста. Отпускали, демилизовывали. И до нас осень пришла вот в апреле месяц только. И, значит, мы поженились. На квартиру. На квартиру целую лету. Похолодало. Нашли вторую квартиру. Уже в доме. Зима прожили. Нам дали в сястие. Кухню дали в доме. Тогда все кухни были заняты. Трехкомнатные квартиры. Кухня. Меньше вот этой кухни. Наверное, вот по гардеробу было. Кое-кто стояло. И столик в уголку. И все. И на кухне. Зим прожили. Зиму и лето. На следующую зиму нам уже комнату дали. В этом же подъезде. Один выезжал. Я сразу командиру. И порядки, загонные сдал. Кухой, бразильник. Сразу командирую. Сейчас вечером. Смотрю, командир полковник. Полкратный. Вот. Смотрю. Он. Карта мира. И ведет. Занимается самообразованием. Я постучался. Обратился. Кто такой? Я такой, такой. С такого подрядления. Какой вопрос? И вопрос. Вот я живу в первом доме. В квартире Шишиных. На кухне. А тут освободилась комната. Напротив. Вторая квартира. Он так что-то. Помешал. Смотрел. Перебрал что-то. И говорит. Хорошо. Передайте капитал. Щербина. Начальник Кетчил. Пусть на вас переведет эту комнату. И мы прямо на второй день. За ремонт. Развели побелку измелы. Побелели. Сильки окантовали. А я медленно сделал боток. И жили года два, наверное, да. Потом на третий год начали пошло модно накаты делать. И там один знакомый. Верилевым жили. Он занимался ремонтом. И он нам накат сделал с рисунками. И после этого он начал жить, и жить, и жить. Прожили там 20 лет в этой комнате. Двое детей там у нас родилось. Сын и дочь. Двое детей. Восемнадцать лет там прожили. Да. Потом уже двухкомнатную квартиру получили. Еще восемнадцать прожили в этой двухкомнатной. Оттуда уже нам дали, когда вот начали говорить о ветеранах войны, нам дали отдельную однокомнатную. А то жили с дочерью две семьи. Ну, сын отдельно жил. И здесь девчонки десять лет мы прожили. Десять. То есть сын умер у нас. И оттуда нам сюда мы дали. Городок расселяют. Вот 20 января два года будет, как мы здесь. Вот как-то на первый этап мы как-то сказали, это далековато предлагали. Кожухово. Кожухово. Это за... По Казанской дороге. Кожухово знает. Вот. Мы не согласились. Потом второй этап сюда. Узнали, когда вот дорога прямая. Дочери служить и служить. Все вот два-три. Это не больше. Внучок тоже тут по этой дороге работает. И согласились сюда. Нам вот эту двукомнатную. Им напротив. Только вот я. Напротив. Вы имеете в виду в доме напротив, да? Ну, в одном. Вот. В одном прям в этом коридоре. Мы считаем так. Дом удачный. Стоит как во дворе отдельно от дороги. Подальше от дороги. Хорошо. Потом подвес хорошо сделал. Уже спуск. Крово ступенечка. Скат. Заметили? Как раз для инвалидов. Для стариков. Для колясников. Для колясников. Уже. Куда все попали? Скажите, а в чем секрет вообще семейного счастья? Семейного счастья? По-вашему, да. Что бы, как? Ну уж, мы, нам лет 25 жили вместе, никогда не ругались с роду. Ну, его тоже дома никогда не было, мало служил же он. Я там тоже работал. Семейного счастья. Да, я работал дома. Да, ну и так мы, что, ругаться это не причина. Что, уступать надо один-однам? Куда деваться-то? Живем мирно. Пока дети. Один-однам мы верим, потому что не было такой собственности. Это мое, это вот, там, что такое. У нас семья, семья. Все общая. Потом нас взяли за труд сразу, как поженились. В этом же году лопаты, зубы, и сажали картошку, мелочи и прочее, прочее. Земли там много было, антенны больше. Мы все время занимались землей, дома. Земли давали. Завица. Давали, да мы сам брали ее. И все время, и до сих пор сажали картошку и прощали культуру. Все. Своим трудом. Вот когда перешли отдельно, уж там дочка осталась, в той старой, как и квартире. Мы почти там не работали. Она нам только обеспечивала. Сама там сажала, выращивала. Вот семья, не счастье, труд и здоровье. Надо беречь один одного. Вот он уже... Уважение друг друга, конечно. Семь лет больной такой. Инсульт у него был. И на данном поварщием, поругаемся. Я говорю, ну и Лен, дерутся. Разводятся, опять сходятся, опять живут. А мы их не понравились, не ротвели. Ну да. Еще впереди. Да, еще все впереди. Да, еще впереди. Вот с 7 мая будет 60 лет. 60 лет. Деремся, да? 60 лет. Нет. А сейчас тем более, когда не один, вот. Сейчас у нас, что, у нас сейчас же пожитуха. Он это... У меня болеет после инсульта, невралгия, тронить в нервы пристало. Это острые стреляющие боли. Когда стрельнет, я подпрыгиваю, кричу, ругаюсь. Первые года два не знал, куда деваться. Потом Настя привыкает. Увлекаешь, в каком-то смысле привыкать. Основной, значит, борьбой была массаж. Самый массаж. Все эти болячие места-то. Левая сторона, правая сторона, у меня остыло, у меня не было уже. Вот так. Массаж. И холодная вода. Умываюсь уже 8 лет холодной водой. Обтираюсь холодной водой. Но купаюсь, правда, теплой. Когда купаюсь. А так обтираюсь утром. С утра, когда умываюсь. И вечером, перед сном, обтираюсь холодной водой. И полочкой, руки, ноги, грудь. Вот вам, молодым, так и надо жить один, одного беречь. Чтобы было так. А то ведь как... Вот сейчас вот эта передача. Давай поженимся. Как послушаешь эту передачу, страшно становится. Покупка-продажа, да? Это выходит девушка, например, спрашивает ее. Ну, какое? Ей, вот, было, вот этот раз, в 19-е годы. Она три раза уже была с мужчиной. Замуж выходила или как жила. Какой-то гражданский. Че ты? Надо сверху учиться. Ага. Да ладно. Сейчас. Вот. Вот эту включите будет. Давайте. Привет. Этот можете выключить. Там одна, там темный свет. Пусть так, оказывается. Да. Все же? Вот. И сидишь и слушаешь. Она говорит, я готовить не буду, стирать не буду. Я буду ходить только на вечер. Еще куда-то. А ведь семья. Если она думает, детей иметь. Все, она даже, я не знаю, как это, как. Я тоже работала. До 73-х лет работала. У себя там часть. Ну, рядышком. Ну, вот и ради семьи работали все. А так, так жить, не знаю. Ну, говорят, это семейный счастье в чем? Это любовь. Любовь, а как это? Любовь, она. Любовь, это значит не ругаться. Помогать друг другу. Понимать друг друга. Вот это любовь. А так, ты говоришь, ой, не могу без тебя. О, не могу без тебя. Так не будет. А дело кто делает? Не будет. Семья создает. Там уже дети. Надо стирать, мыть, варить, готовить. Сейчас дочка отдельно живет, как одна семья. Ее все равно. Я не считаю, что она отдельно. И она сейчас в работу приедет, что-нибудь принесет. До этой бабули сама так в основном ходила. Скользко очень. Скользко стало. Боюсь, здесь вот ходить сейчас. Здесь поближе ходят, а дальше-то. Боюсь. Думаю, упадешь еще. Ешь 83 и 81 будет. Так живем мы. Ну, возраст такой уже. По сравнению с кем я служил, нас было-то много. У нас осталось таких ветеранов-то. Старше меня человек 5 и ровесник мне человек 5-7. Остальные так. Связь держали. Ну, многие умирают, как-то. По болезни. Курил, пьянка. Это ж не секрет. Да, этим не занимался он. Нет. Я, в общем-то, курил так. Ну, курил очень редко. Я как-то заставил себя 3 раза в день курить. Не чаще. А потом, когда вот Прибрежнева была, как, продовольственная программа Прибрежнева, тогда много шумели, говорили, что положительно-отрицательное, пьянка курила, наркомания начиналась. И я как-то слушал, слушал передачу, думаю, все, я себе это враг. И бросил курить. Сразу бросил. Правда, месяца 2-3 потом сигареты. Заешь, понюхаешь, просишь. Понюхаешь, просишь. Иногда так. А сейчас совсем ничего не тянет. Уже 40 лет уже будет. На Пенси-то. С 31 декабря, 71 года. На Пенси уже. Воинское звание Сташина. Своими 5-ю классами куда я мог дальше идти. Когда военно-канк началось, я в 6-м учился. Бросить учиться. И больше не учился. Ну, вечеринка школа здесь закончилась. Сами квался. Ну, это что-то. Так. До бабайи. 7-20. Спасибо большое. За прекрасную беседу.